Благослови, душа моя, Господа, Благослови, песен Господи. Доброго вам воскресного дня, дорогие братья и сестры. Вас поздравляю с Днем памяти всех святых в земле нашей Белой Руси, просиявшей. Сегодня мы с вами поговорим на тему «Господь и дети». Часто мы слышим о проблемах современного воспитания. Закончился очередной учебный год. Многие ребята сейчас находятся в лагерях отдыха, кто находится дома с родителями. Дети есть, они в большей степени предоставлены кто-то сам себе, кто-то под большей опекой. У каждого родителя переживание, как их правильно воспитать, на что ориентироваться. Мне сегодня хочется вспомнить слова Евангелия от Марка, 10 главы, когда Господь Бог говорил «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых я царствие небесное». «Истинно, истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Для нас это очень важное выражение Святого Евангелия. Оказывается, нам с вами, всем взрослым людям, нужно у детей очень многому учиться. Мы прекрасно понимаем, что вера воспринимается не только разумом, но и сердцем. Это, кстати, нам сигнал к тому, что чем раньше мы начнем воспитание детей, тем лучше. Более того, воспитывать наших детей уже нужно начинать с утробы матери. Вот однажды всем нам знакома известная притча. Подходит мама к новорозеным, там трехмесячным ребеночкам, к старцу спрашивает, когда мне отче начинать его воспитывать? Он говорит, вы уже на год опоздали. То есть, видите, как ответственно, уже в утробе матери ребенок воспринимает окружающую действительность. И поэтому недаром церковь называла беременных женщин в благословенном состоянии. И поэтому очень это для нас важно и очень ответственно, что родители, когда только-только мама, жена забеременеет, уже должны, можно сказать, меняться и готовить себя к будущей роли отца и матери. И вместе с тем готовить ребеночка к появлению на свет. Удаляться от разных ненужных вещей, да, от излишнего веселья, которое где-то можно было себе позволить в другое время. От разных переживаний, да, от громкой музыки, от шума излишнего. А больше времени проводить в храме Божьем, в спокойной, хорошей духовной атмосфере. И это очень благоприятно. Любой психолог скажет, не только священник, сказывается на наших детях. Более того, в Священном Писании, заповеди блаженства, есть замечательное выражение «блажение чистый сердцем, ибо они Бога увидят». Дети, они чистые, они более непосредственные, у них нет удручающих воспоминаний, восприятие сверхчувственного мира, у них простоте сердца более глубоко. Мы прекрасно понимаем, что детское размышление отличается необыкновенной яркостью, значительностью. Они просты, они, да, поругались, тут же помирились, они поссорились, они тут же забыли и уже вновь гуляют, вновь вместе в дружбе. Поэтому Господь Бог недаром говорит, что будьте как дети. Мы, к сожалению, взрослые, по своей греховности теряем от этого детскую непосредственность. Не можем мы с такой искренностью общаться с нашими даже самыми близкими людьми. Мы лукавы, мы лицемерны, да, у нас внутри разное переживание, грехи, которые разъедают нашу душу и часто мешают нам быть самими собой. И поэтому святейший Патрарх Кирилл еще и еще раз обращает внимание, насколько важно нам религиозное воспитание как раз-таки с детских лет. И церковь – это ближайшая союзница воспитания детей. Плохо, когда воспитание ребенка заканчивается лишь только его крещением. Кстати говоря, есть такие мнения, что, мол, чего детей учить маленького в возрасте, зачем его водить, носить в храм, он еще ничего не понимает. Это совершенно неверно. Дети в детском возрасте наиболее восприимчивы. Их характер, их душа представляют собой как чистый лист бумаги. И чем больше ребенок в детстве будет соприкасаться с религиозной жизнью, чем больше вероятно, что это останется на всю жизнь. Вот многие люди престарелов возрастных, которые потом попадали в молотилку советской эпохи, они потом возвращались в храмы, вспоминая, как когда-то их родители, их бабушки, их водили в церковь. И у них навсегда осталось в памяти вот эти образы, эти слова священника, эти молитвы, этот запах ладана, это церковное богослужение. И поэтому это работает во все времена. Чем больше детки наши будут в храмах, тем меньше вероятности, что они попадут в беду и что они, как блудный сын, уйдут в страну далече. По крайней мере, мы должны помнить о том, что церковь в ребенке и вырабатывает такое понимание, как страх Божий. Мы с вами прекрасно осведомлены, что в наш век огромное поле информации, которым подвержен каждый человек и которое доступно каждому человеку, тем более детям. И мы с вами не можем, как бы мы не хотели, полностью от информации ребенка устранить. Все равно телевизор, интернет сделают свое дело. И дети узнают то, что, может быть, мы не хотели бы, чтобы они знали. Или, если не от телевидения, то от друзей, от подруг, там на улице, да, сейчас средства коммуникации довольно высоки. Что делать? Невозможно ребенка посадить в башню и там полностью куда-то в комнату и оттуда его не выпускать. Невозможно его полностью устранить от всех этих всех негативных неких явлений. Его нужно правильно воспитывать. И вот как раз таки церковь может помочь человеку выработать иммунитет от всего негативного. Почему? Потому что если человек освящается благодатью Божией, если человек изучает основы православной веры, он осведомлен о заповедях, он знает, что такое хорошо, а что такое плохо. Как говорит Федор Михайлович Достоевский, если Бога нет, то все можно. На самом деле, у ребенка, который растет в семье неверующих людей, у него нету никаких все-таки зерживающих фактов. Знаете, в свое время, когда я был тюремным священником, то я предполагал, что вот малолетки, с которыми общался в тюрьме, малолетние преступники, что там, мол, они все из детдомов или без родителей, ничего подобного. Как раз таки там процентов 70 тех были детей, которых родители есть и которые росли в родительских домах. Но 99% нерелигиозной семьи. То есть о Боге или им про чистки ничего не говорили, или говорили так, вскользь да около. А ведь религиозное воспитание очень важно и очень нужно. Потому что у ребенка иначе, если он не боится греха, не понимает, что грех это ему вредит, не понимает, что Господь Бог все видит, у ребенка может создаться иллюзия безнаказанности. Понятно, пока он маленький, его легче проконтролировать. А в дальнейшем он же растет и видит, почему там его одноклассник в 9-10 классе уже курит, а ему не надо курить. А там кто-то девочке уже, извините, гуляет, а ему не нужно гулять. А тот уже с бутылкой пива, а то и покрепче, откуда берет, как-то умудряется. А ему нельзя. Здесь только вера и ответственность, только молитва, только осознание, что нужно соблюдать те заповеди, основы духовной безопасности, может удержать человека. Особенно, когда дети становятся студентами. Вот сейчас вот идет пора тестов, многие ребята после школ поступают в институты, университеты, колледжи. Они вырвутся из дома отеческого. И, естественно, многие будут пытаться как-то самоутвердиться. Часто будут пытаться это сделать не в нужную сторону. А грех, он же, знаете, грехом любят бравировать. Человек, наоборот, любят даже искусить, как-то где-то насмеяться над ним, подколоть. И вот благочестивые, хорошие, неиспорченные парни или девушки поступают, приезжают куда-то там в студенческое общежитие. И там кто-то, друзья, старшеклассники, старшекурсники, перед которыми они хотят казаться в доску своими, им говорят, что как, ты еще не пил, нужно попробовать. Ты еще наркотик не употреблял, как ты без этого жил раньше? Что, у тебя еще не было парня-девушки? Да как же, надо начинать. Что ты не маленький, ты же все уже взрослый, покажи, какой ты взрослый. И человек начинает показывать, и начинает грешить, и начинает вместо учебы заниматься ерундой и грехом. И оттуда очень много мы знаем бед и пороков, что так как так произошло, уехал с дома, был ребенок ангел, а попал, как говорят, в плохую среду и покатилась и поехал. А почему? Потому что не было страха Божьего, не было веры и не было отличия между добром и между злом. И казалось, что если никто не поймал, да, если там воспитатель, декан не заметил, педагог или милиционер не заметил, то все это безнаказанно, все нормально, можно так и дальше. А Господь Бог все видит. И он человека рано или поздно остановит, не хочет человек по-хорошему, будет по-плохому. Вот мы знаем, что слово педагог в переводе означает детоводитель. Для нас нужно помнить, что Библия и Евангелие – это лучший педагог, и церковь – это лучший педагог. И не будем забывать еще одну немаловажную вещь, что самым великим педагогом после Господа – это, конечно, являются родители. Сколько же по этому поводу было сказано? Что нам делать с нашими детьми? Но еще и еще раз Алексей Ильич Осипов об этом часто говорит, профессор Московской Духовной Академии. Вы должны помнить и думать, что нам делать с нами самими. Какой пример мы детям покажем, то и будет. Будем мы людьми верующими, молитвенными, ответственными. И дети будут на нас смотреть и тоже все-таки стараться быть такими. Мы знаем, что часто дети даже себе своих будущих жен-мужей ищут, глядя на своих родителей. Так покажем же мы им пример доброй, счастливой семейной жизни. Покажем пример честности, держания слова, ответственности. Покажем пример труда, чтобы они не видели грубощих хамства, не видели пьянства и блуда. Чтобы они видели пример. Тогда они тоже будут подражать и жить добрыми людьми и будут добрыми христианами. Почему мы будем молиться Господу, дабы Он помог нам воспитать наших детей добрыми людьми и стараться, трудиться, помнить о том, что Господь, Церковь, наши в этом ближайшие союзники. Всем помогай Господь! Субтитры создавал DimaTorzok